А в это время в семье морских коньков пополнение. Учёным удалось невероятное заснять этот самый трогательный и важный момент в жизни молодой семьи. И, казалось бы, самое время поздравлять мамашу. А нет, цветы вручают папаши. Ведь вынашиванием оплодотворённой икры занимаются самцы, которые имеют для этой цели специальную выводковую сумку. В одном выводке может насчитываться до двух тысяч молодых, так сказать, коней. Две тысячи – это ж сколько памперсов, сколько смесей. Одно радует, ведь некогда великий Чарли Чаплин завещал миллион долларов первому мужчине, который родит ребёнка. А коньки-то не в курсе. Ну кто сказал, что у наших домашних животных нет чувства юмора? Да, но у них есть такое, что нам и не снилось. Вот нам, людям, что нужно, чтобы похохотать? Кино посмотреть, комедии какие. А этим хвостатым и ушастым всего-то надо смешно прислониться моськой к стеклу. И сколько счастья, радости в этих расплюснутых родных рожицах. А потому что все самые ценные эмоции бесценны. А в это время у ленивцев начинается завтрак. Да любой бы на их месте так стонал. Ведь рацион этих обояшек состоит сплошь из листьев. Тоска зелёная. Из-за страшно низкой калорийности листьев поведение ленивцев ориентировано на жёсткую экономию энергии. Да они рады были бы быть суперэнергичными, бегать, прыгать за себя и за того парня. Ну никак. Почти всё время ленивцы проводят, вися на ветке дерева, спиной вниз. От падения с дерева их спасают большие и острые когти. 15 часов в сутки ленивцы спят. Но и бодрствуя они, передвигаются очень медленно. И только когда это очень необходимо. Ленивцы не любят слезать с деревьев, потому что на земле они совершенно беспомощны. Но и к тому же это опять лишние телодвижения. Да, ленивцы и рады бы. Но так лень. Я это всё к чему? Подкрепиться бы надо.